Исраил Касумов, победитель первой схватки. Вот у тебя на майке Байсангур Биновецкий. Ну-ка расскажи, почему это майка. Это наш герой национальный, так как он очень знаменитый, мне его подвиги сильно задели. Я решил, ну то, что как он сражался, он у нас на конях себя привязывал, он был без ноги, без руки, без глаза. И вот этим подвигом он внушает нам уваженность и очень почетный. А вот для меня он вот так вот получился, так что он мне сильно понравился, наш герой. Решил вот в футболочке его показать, какой у нас тоже есть герой. Ну действительно настоящий воин, а борьба, в принципе, это базовая подготовка для воинов. Вот про поединок расскажи, 3-3, тяжело прошел. Да, это наш парень, мы с ним практически каждый день тренируемся, мы друг друга хорошо знаем. Каждый с момента, где кто сильнее, я, можно сказать, чересчур был себе уверенный. Потому что у нас с ним постоянно такие схватки, мы не первый боремся уже, либо третий, либо четвертый на соревнованиях только. А так практически каждую неделю мы с ним на тренировках делаем схватки. Когда ты вот с таким соперником борешься, очень трудно бывает к нему подобрать, потому что он ждет, ты ждешь его комбинации. И, соответственно, минимальным счетом придется, всегда бывает такая напряженная, если им сладко. Понятно. Исраил, ты следишь по видео вообще вот за элитой мировой борьбы. Понятно, что она сконцентрирована в России, но тем не менее есть сильнейшие сборные мира тоже. Кого ты изучаешь? И почему? Может быть, не только в своем весе? Ну, не в своем весе. Мне вот более нравится, более атакующий вид спорта. Вот стоячую борьбу, которую вот... У меня тоже вот редко бывает что-то такое. 1-1, 2-2, 3-3, очень редко. Вот мне вот более такие... Можно из американских тоже борцов там. 79 американец есть. Потом итальянец есть, 74. Чемизо, Тейлор, вот эти. Много, да, ребят, которые вот именно вот такой... Нравится борьба, более атакующий, более красиво получается. А чем вот по пассивам, по клиничам вот так вот выигрывать, что-то не особо так нравится. Это уже кому повезет сегодня тебе, там как первому кому дают пассив, в втором периоде, в тому дают пассив и все. Когда у вас защита хорошая, в основном атаки получается, потом по пассивам выигрываешь без единого броска, без единой атаки. Ну, как-то не так получается. Какая цель следующая, вот после этого турнира? Ну, цели... На следующий турнир, какой он будет, мы сами не знаем. Просто готовимся, каждый день тренируемся, как внезапно. Вот, в данный момент тоже вот сюда внезапно приехал, не, можно сказать, не целенаправленно готовился. Очень трудно бывает, когда ты вот не знаешь, чего тебя ждет завтра. Когда ты не готовишься, тебе вот говорят, все, надо ехать. Ты все уже, и вес, и все, это же надо же делать. И получается, вот так вот неожиданно приехал, и надо, получается, что надо вот подходить к любому этапу. Что для тебя больше праздник? Тренировочный процесс или старт соревнования? Ну, одно, другому, честно сказать, обоюдно. Как бывает, и тренировочный процесс очень хороший, и соревновательный процесс, они взаимосвязаны. Если ты без тренировочного процесса не можешь выступить и на соревновательном, оба праздники получаются. Как ты вот подготовишься к своему празднику, так и выступишь. Скажи, дети твои будут борьбой заниматься, или ты их от этого избавишь? Ну, это мы не знаем, как Всевышний даст. А желание? Желание? Ну, я, если честно, любому человеку посоветую детей для начала отдать на вольную борьбу. Потому что вольная борьба ни с чем не сравнима. Вольную борьбу можно, любой вид спорта, да, он может сделать в вольной борьбе. Также и гимнастика у нас, также и акробатика у нас, физическая подготовка. Все включено у нас. Для общего, чтобы ребенок рос крепким, сильным, конечно, первое изначально – это вольная борьба. Продолжение следует...